Фильм «Уроки Фарси» выходит в прокат 12 августа. Это международный проект России, Германии и Белоруссии. По сюжету бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса, чтобы выжить в концлагере. Ценой спасения становятся уроки персидского, которые он вынужден давать местному повару. Но вместо персидского главный герой преподает несуществующий язык, выдуманный ради выживания. Основные съемки проходили в Белоруссии. Некоторые сцены снимались в Бобруйске и на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Сельскохозяйственная выставка на днях завершилась в Зимбабве. Это одно из самых посещаемых мероприятий в стране. Свою продукцию представил и Бобруйска «Громаш» – машину для внесения жидких органических удобрений, дисковые косилку и барану. Техника вызвала огромный интерес посетителей выставки и получила положительные отзывы от африканских фермеров. Превышение скорости – причина многих ДТП на дорогах города. К такому выводу пришла госавтоинспекция «Бобруйска». Водитель, преодолевая среднень городской маршрут со скоростью 80 км в час, на деле выигрывает лишь две минуты. Превышение может привести к штрафу, в худшем случае – к ДТП. ГАИ напоминает, каждый водитель обязан соблюдать допустимую скорость движения, установленную дорожными знаками и правилами. К строительству юго-западного обхода Могилева приступят в 2021 году. Дорога обеспечит полное замыкание кольца вокруг областного центра, перераспределит транзит с городских улиц и обеспечит выход грузовых потоков в направлении Бобруйска. В Беларуси отмечают День памяти Елисея Лавришевского, одного из первых белорусских святых. В XIII веке он основал и стал первым настоятелем одного из древнейших мужских православных мастерей страны – Святой Елисеевского. Спустя 500 лет Елисея Лавришевского канонизировали.